Монеты РСФСР поражают своим великолепием многих нумизматов. Серебряные полтинники, золотые и червонцы с изображениями рабочих крестьян передают дух того времени настолько сильно, что многие коллекционеры не ограничиваются парой-тройкой экземпляров этих монет, а собирают их целыми альбомами. Для серебряных и золотых монет РСФСР 1929 год стал последним. Тщательно подготовленная денежная реформа проходила в тайне. В результате серебро и золото перестало существовать в качестве материала для чеканки монет в советском государстве. В 1930-1931 году в Советском Союзе начинается выпуск медных, медно-никелевых монет достоинством 10, 15 и 20 копеек. Более крупные номиналы, такие как полтинник и 1 рубль, решено прекратить чекань. В итоге в обращение выходят медные монеты к дополнению уже существующих серебряных полтинников, рублей и золотых червонцев. Интересен тот факт, что в архивных записях Ленинградского монетного двора сохранились сведения о существовании штемпельного инструмента для изготовления пробных полтинников 1929 года. Факт существования самого оборудования изначально был опровергнут, а сами записи подвергались сомнениям и критике до появления на одном из российских аукционов монеты чеканки 1929 года номинальной стоимостью 50 копеек. 50 копеек 1929 года – одна из самых редких монет Советского Союза, изготовленная из медно-никелевого сплава в качестве пробного экземпляра. Сведений о существовании подлинных монет той же номинальной стоимости и того же года чекана нет, что позволяет считать данный экземпляр уникальным и единственным в своем роде. На лицевой стороне монеты размещено изображение деревенского рабочего пейзажа. На главном фоне – крестьянин, сидящий за рулем трактора. На заднем фоне – одноэтажные жилые дома, линии электропередач, проселочная дорога. Изображение размещено по центру, обрамлено окружностью в виде сплошной тройной линии. По центру – в верхней части – герб Советского Союза. Чуть ниже – аббревиатура СССР, разделенная на две части. Вблизи канта – пролетарии в секстранце, одиняйтесь. На реверсе монеты – на заднем плане изображение индустриального города, заводы с высокими трубами. На переднем плане практически в величину всего монетного диска указан номинал, арабским числом – 50. Более мелкими буквами – КОП. Ниже под горизонтальными линиями указан год чеканки монеты. Бурт – рубчатый. Стоимость монеты, представленной на аукционе «Знак» в мае 2011 года, равнялась 10 миллионам рублей. Такая цена спроса на нумизматический раритет стала рекордной за последние несколько лет, если брать во внимание торги по лотам, на которые выставлялись редкие монеты Советского Союза. Если этот ролик был вам интересен, пожалуйста, оцените его лайком, а также поделитесь им с друзьями. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал. Всем удачи и всем до новых встреч!